В этом принцип заключается. Запомните, как только вы психанули, вы потеряли свою возможность. Как только вы отчаялись, потеряли. Как только вы разгневали, потеряли свою возможность. Не психуйте, не гневайтесь, не отчаивайтесь. А если это возникло, ничего страшного в этом нет, если вы поняли, что это неправильно. Просто помолитесь Богу и потом извинитесь перед близким человеком за то, что вы психанули, отчаялись, за то, что вы повели себя неправильно. Извинитесь, идите дальше, вперед. Правда есть правда, но она должна даваться по-доброму. Мужчина как должен женщине объяснять правду? Самое главное понять принцип. Женщина очень чувствительна именно на грубость. Она соткана из любви и понимает только любовь. Ей правда не нужна, ей нужна любовь. Поэтому она не будет воспринимать вашу правду. Она будет воспринимать любовь. Поэтому если ты подходишь к ней аккуратно, очень мягко, нежно, показываешь ей любовь, очень ласково с ней разговариваешь, тогда она не может не чувствовать истину, потому что когда женщина чувствует любовь, дальше она чувствует правду всегда. И здесь самое главное, очень аккуратно. Вот моя жена, допустим, настолько чувствительная, что ей даже напрямую нельзя правду сказать. Надо очень мягко, аккуратно ей говорить, допустим, как-то не напрямую. И это всегда так юмористично получается и смешно потом. Но она понимает эту правду. Теперь у меня возникает вопрос. Женщина, если бы с вами так обращались, вы бы исправлялись? Да, конечно. Мужчина слышали, нет? Женщина очень чувствительная, существенно. То же самое девочка, маленькая девочка. Если вы сможете с ней обращаться очень мягко, и женщина тоже касается, не только мужчина. Мягко, по-доброму, ласково, она все поймет и сама будет исправляться. Вот так можно вырастить разумную девочку. Разумная означает правильный подход. То же самое мальчика, только немножко по-другому. Если мальчику объяснить, как все делать, он так не будет делать. Потому что мальчик, он объяснениями не живет. Вот тоже сейчас мужчины слушают мой лекций. Что, думаете, они по лекции будут жить, что ли? Китайский избавь их вам. Все по-другому у мужчины работает. Мужчина послушал лекцию, ему интересно. И потом дальше он делает по-своему, как он хочет. Потому что он же мужчина. И потом видит, что нифига ничего хорошего из этого не вышло. Он говорит, блин, работает! Лекция работает! И он начинает делать по-другому, как в лекции, говорит. И получает результат. И потом он говорит, yes! Понимаете? То есть мужчина на практике учится всему. Ему нужно проверить и то, и это. Если мужчина проверил, он больше верит старшему мужу. Потом он все равно сравнивает. Но он больше доверяет, и он будет скорее стараться делать так, как надо. Дальше уже. Но все равно мужчина сравнивает. Он не так знаний не принимает, как женщина. Прям вот так вот и все. И потом меняет всю свою жизнь. Это же страшно вообще. То есть женщина, если пришла на лекцию, ей сильно понравилось. Она это все впитала, а потом приходит домой и говорит, мы меняем всю жизнь. Ну так психику у женщины, это вообще опасно. Мужчины боятся женщин на лекцию отпускать. А потом будет дальше. Вся жизнь же изменится. И в этом плане, в плане знаний, женщинам нравится знание. Они обожают знание вот это вообще. И поэтому у них всегда знание. Вот у женщин, женщина сила воли состоит из вдохновения. Женщина не может просто себя заставлять. Ей нужно вдохновение, а вдохновение идет из знания. То есть женщина любит истину. Она когда истину услышала, у нее вау. Сразу вдохновение, она начала работать над собой. И у меня у жены так это выражается. Если она пошла, допустим, на коралловый клуб, поизучать, что это такое, ей понравилось. То дальше я буду жрать эти кораллы все, до последнего. Потому что она же как бы лечит, она хочет помочь. Вот я не могу отказаться, хоть я врач, как бы. Она же лучше знает, она же жена, что мне подходит, что нет. Вот поэтому она вдохновилась коралловым клубом. Значит, я буду жрать кораллы. Ну все, что там, как бы, все эти, как бы, добавки все эти. А вы действительно жены? А? Я действительно ради жены на все готов. Я просто иногда ей говорю, слушай, это мне точно не подходит. Она говорит, почему? Я говорю, у меня запор вчера весь день был. Потому что из-за этого, как раз, если сейчас выпью, опять будет запор. Она говорит, точно, давай попробуем. Я говорю, хочешь? Нет, ну ладно, тогда не будем. Ну примерно так. Я по-доброму объясняю, что мне это не подходит. И она так говорит, думает, она так сильно хотела меня этим накормить, потому что ей подходит. Ну где ей подходит, значит мне подходит. Мы же одинаковые. Думает, думает потом. Ну ладно, это тогда мы не будем. Но она обязательно чуть другое найдет. Нельзя же мужа не кормить. Надо же его вылечивать, как-то вылечить. И она на самом деле находит то, что надо со временем. Вот я бы ни до что не догадался, но она находит это, то, что надо. У нее психика все равно срабатывает на то, что здоровье давать. Не то, что она всегда плохо, как-то не так делает. Ну то есть у женщин психика стоит из акций вот этих вот. Мужчины должны знать, что женщина должна всегда вдохновляться знанием. Если она вдохновилась знанием, значит, это знание, кому будет применено, к тебе. Допустим, она разок сходила на лекцию и узнала, что нельзя открытым оставлять унитаз. Потому что, ну как бы, духи выходят, как бы, и действуют на квартиру злые. Кстати, как только я пойду в туалет, я знаю, что дальше жена туда пойдет. Она будет проверять, закрыл я унитаз или нет. И так как я, у меня более возвышенные мысли, как бы, я думаю же о спасении Земли. Поэтому я об унитазе не думаю, он всегда открытым остается. Но она меня так надрессировала, что в один прекрасный момент она меня спрашивает, ты закрыл унитаз? И я пошел закрывать. Пришел, а он закрыт. Говорит, ты сама закрыла? Она говорит, нет. Да. Вот если она меня дотренировала, что я просто закрываю и не помню об этом. То же самое, акция была потом по свету. Она где-то узнала, что если свет не выключать, значит, это деньги теряешь, значит. Все, понеслась. Сначала сама за мной выключала везде, потом начала меня заставлять ходить. А потом я в ванне не выключил свет, пошел и вспомнил, что я не выключил свет. Пришел, выключил. А потом я вспомнил, что в ванне не выключил свет, пришел, а он выключен. Женщина, я вам для чего об этом рассказываю? Что я такой же мужик, как все, понимаете? И меня же она просто по-доброму дрессирует. То есть она приходит в время, и я делаю так, как надо, но при этом вообще даже об этом не помню. До этого я не помнил и делаю так, как не надо, и теперь я не помню. Но я никогда не буду помнить о свете, выключенном или нет, потому что у меня в башке другие дела, понимаете, женщины. Поэтому вы своему мужу говорите по-доброму, придет время, он будет делать так, как надо. Он сам будет так делать. Допустим, я кушаю и всегда пачкаю одежду. Очень сильно увлекаюсь, как у меня все валится там. Ну, концентрация сильная, все изо рта валится. Короче, и пачкаю одежду. И поэтому она всегда перед едой надевает на меня этот фартук. Кто на благостный всего ездит, видели, там я фартуки ем всегда. Вот в этом благостном. Разок жена уехала, лекции где-то читать, я дома. Я как бы сел есть, чувствую, что-то не то. Фартук не одел, пошел одевать фартук. Хотя жены нет рядом. Но она вложила свою силу. Поэтому, мои дорогие друзья, у каждого своя роль в жизни. Надо ее признать. У каждого человека свои недостатки есть. У женщин какой недостаток? Природный у женщин. Они хотят наслаждаться жизнью. Это их преимущество и недостаток. Ради этого их берут замуж, потому что они сутканы из энергии наслаждения. Если женщина не хочет наслаждаться, она некрасивая. Красивая означает, хочет наслаждаться жизнью. Все. Взял вот этого человека, который хочет наслаждаться жизнью. И, допустим, у тебя очень сильное стремление к Богу. Ну, вот что будет противовес вот этому? Что может быть противовес? Только сильное стремление к наслаждениям. Это гармония? Гармония. Я разок удивлялся. Я удивлялся, думаю, почему так мы не гармонично устроены с женой. Вот я люблю быстро ходить, а она медленно. И мы не можем даже пройтись вместе. Я люблю, когда прохладно, а она любит, когда жарко. И мы даже не можем вместе в одной комнате находиться. Что за ерунда? Думаю, какая-то несовместимость. Нашел трактат Лао Цзи. Здесь написано «Семейная гармония». Ну, как бы издрично написано очень. Там написано «Горячий – холодное». Холодный – горячее. Быстрый – медленное. Медленный – быстрое. Это гармония оказывается, понимаете? И для того, чтобы любить друг друга, надо учиться дружить с противоположностью. Если ты сильно устремлен к Богу, значит, какая тебе жена будет дана? Противоположно. Иначе вы там как бы умрете в этом устремлении. У вас жрать даже нечего дома будет. Вы все погрузитесь в любовь к Богу, как бы, и дети будут без штанов ходить. Поэтому какая жена сильно устремленная к Богу человеку дается? Какая? Противоположная, которая его гасит в этом вопросе. Иначе просто сотрудничать. Надо быть гармоничной, а в гармонии. А если женщина сильно устремлена к Богу, тогда муж какой ей даст? Противоположный. Но самое интересное, мы сами ведь это выбираем. Мы, значит, чувствуем, что нам надо. Понимаете? Не то, что тебе не повезло там. Мы сами выбираем такую противоположность себе. Принимайте судьбу, мои дорогие друзья. Учитесь ее любить. И тогда противоположности стираются. И все налаживается. Постепенно. Противоположности стираются. То есть... В гармонии все приходит. В хорошей гармонии именно. Не плохое, а в хорошем. Не то, что жена загасит человека, он к Богу не будет так стремиться. Это останется, а плохое все уберется. Потому что плохое есть во всех. Вот, допустим, если ты к жене агрессивно настроен, грубо. Это тоже плохое, но ты в себе это не видишь, потому что ты мужчина. Тебе кажется, это не грубость, а справедливость. Женщина, допустим, капризничает. Она думает, так я правильно капризничаю. Вот женщина не считает, что каприза это вообще плохо. Если ей сказать, ты капризничаешь перед мужем, она улыбается. Она не чувствует, что это плохо. Вот если ей сказать, ты капризничаешь, она... Правда? Такого я не видел вообще никогда. Женщине сказать, ты капризничаешь, она сразу улыбается. Она счастлива, потому что она не считает, что это плохое что-то. Допустим, мужчине сказать, ты грубо себя ведешь с женой. Он думает, ну да, согласен. Ничего плохого. Правда? А если женщина чувствует грубость, она с ума сходит, она не может с этим жить. И точно так же мужчина, невыносимо для него, когда жена капризничает. Это в самую глубину сердца идет, и оно у нее разрывается. Понимаете? То есть мы не понимаем, что творим. И никогда не поймем, потому что так устроен этот мир. Поэтому мудрый человек, он пытается разобраться в себе. А для этого надо перестать думать, что кто-то виноват в твоей проблеме. Понимаете? Воистину мудрец, побеждающий судьбой, это человек, который осознал одну простую вещь. Что не жена действует в моей семье, а судьба. Когда ты оторвал свою судьбу от человека, судьба всегда говорит, он виноват в твоей жизни. И так тебя побеждает. Если ты согласился, что он виноват, ты никогда судьбу не победишь. Чтобы судьбу победить, ее надо принять сначала. Понимаете? Она всегда побеждает, потому что она этим и действует. Она пугает человека, не дает себя принять, он боится ее. И она переводит стрелки всегда. Судьба так сама действует. Она вперед и говорит, вот этот человек во всем виноват в твоей судьбе. Ну и есть доказательства же, правда. Вот он ведет тебя, как вообще? Доказательства вот так, дофига. И если он виноват, этот человек, в моей судьбе, никогда ты не победишь судьбу. Никогда. Единственный способ это понять, не он виноват, а мои прошлые поступки виноваты. То есть это судьба ко мне моя пришла. И что с ней делать? Разбираться давайте будем. Судьба это энергия Бога. Ты с ней ничего не сделаешь. Ты можешь только ее уважать. Означает принять. И как только ты принимаешь судьбу, это чудо, она начинает смягчаться. И давать тебе возможность ее победить. Она сама так действует. Это чудо, понимаете? Есть только одно небольшое исключение. Это когда тебя действительно хотят уничтожить. Когда враг к тебе приходит. Жена это не враг, понимаете? Дети это не враг. Начальник, скорее всего, не враг. Но бывает, враги приходят. Бывает, человек тебя хочет убить. И ты, допустим, заранее это узнал. Ты можешь совершать, должен совершать аскезу. И пытаться в этой аскезе принять этого человека, простить его. Но если ты видишь, что его настроение не меняется, и он все еще хочет тебя уничтожить, этот человек. Хоть ты его принял, простил, не меняется. Его свобода выбора уничтожит тебя. Хотя ты победил свою судьбу, ты принял, простил, все. Он все равно хочет уничтожить. Дальше есть другой метод. Нужно взять из своей аскезы и нейтрализовать, потому что его способность уничтожить тебя, это его просто аскетизм. Вот любая сила в человеке, это всегда его аскетизм. Запомните. Если у человека есть сила, он может с тобой что-то сделать. Но для него силу есть другая сила. Поэтому ты совершаешь аскезу, допустим, неподвижное положение тела и молитвы до тех пор, пока ты не чувствуешь, перестаешь чувствовать страх в сердце от насилия. Потому что насилие всегда пугает. Как только страха нет, дальше ты можешь постепенно эту силу отодвигать от себя и почувствовать, что он с тобой уже ничего не сделает. Но так как он хочет тебя убить, желание же каждый день заново возникает, ты просто берешь и Богу говоришь, я совершил вот эту аскезу, я нейтрализовал судьбу, я простил человека, он не успокаивается. Отдай ему его. И дальше удивительно, что происходит. Так как любая сила Богу принадлежит, эта сила насилия идет прямо в этого человека. Она тебя уже не трогает. Он искренне верит, что он плохо что-то сделает тебе, и потом уничтожает сам себя. Понимаете, вы скажете, но это как бы, это не по священному, да, закону? Вот послушайте меня, понимаете, если вы не согласны с этим методом, можете принять на себя, что? Мученическую смерть. И тогда вы уйдете к Богу. Но если вы не хотите мученическую смерть принять на себя, и простить человеку даже насилие над собой, тогда вы можете использовать этот метод, который я вам предложил, и он будет наказан за желание совершить насилие без дозволения Бога. Неподвижное положение тела просто достаточно. пока не появится спокойствие, пока страх не пройдет, может быть час, может два, может месяц, неизвестно. Но когда вы нейтрализуете, вы узнаете еще одну интересную вещь. Может быть, вам положено пострадать. Ну, вас, допустим, хотят посадить в тюрьму. Вы нейтрализовали силу человека злую. И вы видите, что вы действительно, ну, как бы имеете на это основание. То есть, есть такое основание. То есть, вы нейтрализовали, а основание в сердце все равно осталось. Тогда просто молитва дальше. И добрые дела. И можно сжечь это даже. Просто основание уже не останется. То есть, человек молитвой все может поменять. Это просто объем работы. Даже человека, допустим, должны ограбить, или убить, или посадить в тюрьму. Это все просто объем работы, мои дорогие друзья. Если человек живет правильно, совершает эскезу, молится, то у него, ему обеспечена просто спокойная, счастливая жизнь. Какие-то будут трудности, но они не такие большие будут. Но бывают исключения. Я вам сейчас их скажу. Если вы действительно достойны любви к Богу, и вы его любите, то вы сразу же, как только любовь к Богу, сжигает всю судьбу человека, сразу всю карму. Человек становится святым, и у него нет кармы. Его не за что мучить. И поэтому Бог, для того, чтобы этого человека развивать, так как человек без кармы становится ленивым, Бог ему дает испытания лично сам. И это особый случай, понимаете, это очень большая редкость, потому что когда Бог дает лично сам испытания человеку, ему не положено, Бог дает. Человек это знает. Ему также дается в сердце чувство, что это от Бога испытание. Тогда человек не сопротивляется этому испытанию. Он его принимает. И это то, что произошло с Иисусом Христом. Понимаете, вот поэтому попытайтесь это понять. Что, во-первых, не надо из себя корчить вот таких людей, понимаете, великомучеников. Потому что мы нечисты. И испытания, которые приходят нам, не от Бога, не от наших злых поступков. И они имеют природу таять от добрых дел. Поэтому убеждайте свою судьбу добрыми делами. Не бойтесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!